Музыка Неумолимо надвигается на нас шестая всемирная фолклориада И неудивительно, что вчерашняя оперативка была практически полностью посвящена этому грандиозному событию, которое ждет нас уже 3 июля Вступление радио Фаритовича было кратким, как выстрел, вступая в оперативку Хабиров информировал собравшихся о том, что Закамалдин таки утвержден госсобранием на должность уполномоченного по правам человека Но эту тему мы обсуждать не будем, собственно, как не обсуждал ее и Хабиров Мгновенно передав слово Забелину Максиму Васильевичу, чтобы он объяснил нам, как обстоят дела в борьбе с COVID-19 Невзирая на то, что в стране и в мире ситуация с COVID-19 все еще остается напряженной А в России она и вовсе нарастает в последнее время Доклад Забелина носил умиротворяющий характер, явно подготовительный характер Для того, чтобы утверждать то, что будет утверждаться впоследствии В общем, Забелин констатировал, что в республике заболело 41 тысяча человек COVID-19, это всего в сумме Он не стал называть прирост заболевших за последнюю неделю, закамуфлировав этим каким-то там плюс 0,33% какого-то коэффициента Заполнение коек Узабелина уже 80%, койки, судя по всему, пустеют И Максим Васильевич констатировал 82-е место по заболеваемости Российской Федерации Вот это самое 82-е место должно нас успокоить настолько, что мы должны полностью переключиться на фолклориаду И, в общем-то, ни о чем не беспокоиться Ну, собственно, поговорили и о вакцинации Забелин утверждает, что 514 тысяч человек он уже вакцинировал первым компонентом Это 13% населения И 367 тысяч человек в Башкирии уже полностью вакцинировались То есть получили и первый, и второй компонент Ну, по темпам вакцинации, опять же, по утверждениям Забелина Мы находимся аж на шестом месте в Российской Федерации Ну, собственно, случилось, скорее всего, то, чего я и ожидал В бессильной злобе господин Забелин взялся за авторучку И, видимо, просто нарисовал вот такие цифры Потому что, ну, чисто физически, технически, теоретически и практически на самом деле Подобный прирост обеспечить в течение только одной недели, наверное, невозможно Но, собственно, цифры очень понравились Хабирову И перестав обзываться и называть своих сограждан мракобесами и прочими обидными словами Хабиров окунулся в благодарности Дословно звучало так Хочу поблагодарить жителей Республики Башкортостан Спасибо, что 514 тысяч человек уже вакцинировались Но в неделю надо вакцинировать по 150, а то и 200 тысяч человек Конец цитаты Ну, тут, конечно, Хабиров хватил 200 тысяч человек В неделю ему вакцинировать точно не удастся В ближайшее время, но задача поставлена Далее Хабиров порассуждал о судьбе непривитых И выдал вот такую фразу, я ее приведу дословно Все больше и больше невозможностей будет появляться у невакцинированных Конец цитаты Вот это слово невозможности, оно до невозможности понравилось Радио Фаритовичу, он его повторял в течение оперативки очень много раз Оно его как-то так прям будораживало Радовало, он вообще вот, ну, как-то с каким-то болезненным интересом Относится к ограничениям и ущемлениям прав граждан Что вот эта невозможность его прямо очаровала Также Радио Фаритович с печалью в голосе сообщил Что приходится перенести уже во второй раз Ограничения, которые были намечены сначала на 29 июня Потом на 1 июля, теперь уже на 5 июля Переносятся вот эти вот драконовские ограничения По посещению общепита И вот, ну, то, что касается заведений более 50 мест Речь идет о том, что перестанут туда пускать людей без справок Либо без сертификатов у вакцинации Ну, там, в общем, 4 разновидности документов Честно говоря, я сразу высказывал сомнения По реализуемости вот этой меры в Уфе и в Башкирии Но теперь будет особенно смешно Когда, понаехав сюда, полу-Уфы Будет, значит, ходить всяких индусов, индонезийцев и прочих перуанцев И вот в это время по ресторанам и барам будет лютовать Какая-то неизвестная сила, которая будет контролировать справки и сертификаты Хуже всего, конечно, придется вот этим самым индонезийцам и перуанцам Потому что непонятно совершенно, подпадают ли они под категорию тех, кого должны контролировать или нет В общем, видимо, будет очень весело Либо будет никак, на самом деле Потому что вот это уже многократный перенос этих ограничений Кстати говоря, ограничения вот эти переносятся не только потому, что они не понимают, как их реализовать Но еще и потому, что в Уфе и в Башкирии кончилась вакцина И прививать людей в нужном объеме не представляется возможным Сказать-то сказали, а вот сделать не получается В торговых центрах шлют по разным адресам людей, которые туда приходят прививаться в поликлиниках И в всяких там госуслугах там или просто нет ответа, или там записывают на когда-то сильно потом Ну, в общем, тут не получилось подрассчитать Но Хабиров не преклонен Далее он заговорил про эту самую пресловутую фольклориаду И сказал буквально следующее Мы два года ждали фольклориаду Это решение Международного комитета Президента, вскричал Ради Фаридович 22 муниципалитета готовились Мы должны людям объяснить, что завести через фольклориаду вирус невозможно Конец цитаты Вот тут, конечно, у меня вопрос Кто из нас тут мракобес? И кто тут заявляет вот эти вот антинаучные вещи? Давайте рассматривать ситуацию абсолютно отстраненно математически Да, вот есть некое сообщество людей Миллион человек живет в Уфе Существует определенная заболеваемость, заражаемость, циркуляция вируса Слабая, сильная, неважно Она существует, вот с ней борется и так далее И тут одномоментно в город, вот в это сообщество приезжает Несколько тысяч человек из разных-разных стран В которых обнаружены разные, вполне свежие, новые, агрессивные штаммы того же вируса И эти люди начинают бродить среди сообщества в миллион человек Вот в этой модели заражение не заложено Потенциальное заражение, я ничего не утверждаю, я рассуждаю Но глупо говорить, что нет На самом деле вероятнее всего, что да Хабиров утверждает, что это невозможно Вот этот вот вирусолог Хабиров Конечно, нам еще много принесет, видимо, радости и счастья Но вот подобное заявление, заявление подобной категоричности Это, конечно, что-то В связи с этим у меня сразу возникла идея, которую, пожалуй, надо предложить оргкомитету пока не поздно А давайте на фолклориаду будем пускать только привитых людей Только, вот по сертификату, как в ресторан То есть эти хороводы, эти выступления на улице, в помещениях Везде-везде чреваты, безусловно, контактами с людьми, приехавшими незнамо откуда И непонятно как контролируемыми со стороны наших властей И своих собственных там любимых индонезийских, например, властей Вот пускай с ними контактят только привитые С этими значками и сертификатами Все вот эти Ахмадинуровы Пускай, значит, и присутствуют, собственно, на этой фолклориаде Разумно? Разумно Но, знаете ли, все будет совсем по-другому И скоро я вам расскажу, как Оперативное совещание ненадолго вернулось в русло привычных вопросов И вот обсудили, как обычно, вопрос о ситуации ЖКХ на дорогах ИЧС Первым выступал господин Морзаев, за унывным голосом Рассказавший нам о том, что у него произошло 4 отключения воды по республике Башкортостан 19 отключений электричества Все остальное в штатном режиме Опять Алан Викторович ни словом не обмолвился Ни о проблемах с водоснабжением во многих пригородных районах города Уфы Опять Алан Викторович ни словом не обмолвился о том, что Очень нездорово все у него со свалкой в Черкасах И вот с этим вот ее постоянным горением То есть, как бы это вообще не проблема, видимо, для Алан Викторовича Но, естественно, Алан Викторович умолчал о том, что уже вот-вот Через пару дней нам поднимут оплату за вывоз мусора За холодное водоснабжение, за горячее водоснабжение За газ, за отопление в перспективе и так далее, и так далее Это вообще, видимо, не относится к сфере деятельности Алана Викторовича В сфере деятельности господина Марзаева сейчас, видимо, только все то, что работает в штатном режиме Министр транспорта и дорожного хозяйства господин Булышев Тоже не очень-то был информативен в этот раз Опять сообщил о том, что у него возрастает количество погибших и раненых на дорогах Башкортостана Он сообщил, что за полгода было поймано 6,5 тысяч пьяных водителей Это только поймано, сколько еще осталось безнаказанных Пьянство за рулем процветает в Башкирии И вообще Башкирия, по последним данным, занимает 5 место в Российской Федерации По употреблению алкоголя на душу населения Это, конечно, чудовищная цифра Это не та цифра, которая прозвучит на оперативке Но надо понимать, что потребление алкоголя отражает в целом социальную ситуацию в республике И это, конечно, очень тревожно Также господин Булышев почему-то совсем не говорил нам ничего о дорожном строительстве О текущих там всяких прочих ямочных ремонтах Помнится, нам кто-то обещал 15 июня доложить о завершении ямочного ремонта по республике Башкортостан Эта тема благополучно канула в лету Мы не знаем теперь официально, закончился у нас ямочный ремонт Не закончился Визуально мы видим, что, как говорится, ВОЗ и ныне там Но, видимо, не до этого, у нас же праздники и фолкариады Четвертым докладом оперативки неожиданно был доклад Сергея Грекова И тема доклада была тоже неожиданная В общем-то, как бы совсем внезапно появившаяся О приоритетах развития Уфы и жилищного строительства города Греков начал издалека Я бы даже сказал, начал он с философских рассуждений Дабы, видимо, прикрыть в целом содержание своего доклада И придать ему некий академический характер В частности, цитирую нашего городоначальника Чтобы понимать, куда двигаться, надо понимать, где находимся Конец цитаты Ну, фраза достойная Сократа или Вергилия Я не знаю вообще, это, конечно, грандиозность полета мысли Нашего городоначальника впечатляет Равно как и не впечатляет все то, что он сказал далее Потому что Греков начал перечислять Всякие статистические данные о городе Уфе Зачем-то То есть, видимо, иллюстрируя то место В котором он находится на данный момент Он нам сообщил, что более 50% бюджета республики формируется Уфой Что Уфа это пятое место в РФ по индексу качества городской среды Совершенно непонятно, как это исчисляется И вообще, стоит ли этим индексом гордиться Также он нам сообщил, что в Уфе вводится 840 тысяч квадратных метров жилья в год И его задача, вот теперь цитирую Выстроить оптимальные отношения с каждым инвестором Застройщиком И оказать им максимальную поддержку Конец цитаты Ну, весьма странно звучат эти благостные заявления в устах мэра После того, что происходило последний месяц полтора-два В Уфе в части застройщиков Ну, в общем, Греков сообщил нам два приоритета Которые он смог выдавить из своего сознания За последнее время И звучат они следующим образом Первый приоритет Сергея Грекова Это комплексное развитие застроенных территорий А второй приоритет Это развитие доступного жилья И строительство доступного жилья В Деме, в Забелье Сергей Греков утверждает, что из бюджета Будет выделено 8 миллиардов рублей На инженерные сети Что позволит в ближайшее время В этих отдаленных районах города Уфы Построить примерно миллион квадратных метров жилья Ну, вот правда ни о чем Вот то, что сообщил нам Греков Совсем и правда ни о чем Завершая свой вот этот Пустопорожный доклад Сергей Николаевич сообщил нам Что он выстраивает открытый диалог С застройщиками на градсовете Вот, собственно, все Зачем появился Греков на этом совещании? Что он хотел нам сказать? Ну, вот, честно говоря, мы не поняли Это даже нельзя назвать было каким-то манифестом Скорее всего, это какая-то вымученная обязанность Вот сказали выступить, выступил О чем, зачем, почему, видимо, не обязательно Но примечательный момент На этом доклад о городе не закончился И на сцену выпустили неописуемую красавицу А по совместительству еще и исполнительного директора Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан Сайфулину Адель Фидановну Вызвав паралич дыхательных путей у присутствующих в зале мужчин Адель Фидановна начала со страшного Она стала погружаться в мрачное прошлое Недалекое прошлое Прошлое, связанное, судя по всему, с периодом правления Ирика Елалова И поведала нам о том, что в городе Уфе Явно проявилось отсутствие правовых актов Регулирующих деятельность застройщиков В городе произошел разрыв между строительством жилья И социальными объектами Объектами рекреации Разрозненные действия не принесли желаемого эффекта Нагнетала ужаса Адель Фидановна на присутствующих Но присутствующие не особенно вслушивали свои слова Потому что внешность барышни, конечно, располагала к благостному созерцанию Тут Адель Фидановна перешла к непосредственно, собственно, к сути вопроса Она ведь не как-нибудь, а исполнительный директор Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан Собственно, про эту ассоциацию она и пришла нам рассказывать Адель Фидановна поведала нам неожиданную новость Честно сказать, я вот рассмеялся в голос, услышав ее А именно то, что, оказывается, Ассоциация застройщиков была создана по инициативе самих застройщиков Вот оно что Вовсе не правительство и не вот эта странная компания из Адель Фидановны и господина Латыпова Которые палками загоняли туда застройщиков Вовсе это было не так Застройщики сами ее создали Ну, окей, оставим это на совести, значит, Адель И слушаем ее дальше Прекрасная исполнительная директриса сообщила нам о том, что цель Ассоциации Это консолидация застройщиков для решения их проблем и выстраивания диалогов с властями Очень непростая такая конструкция, но, чтобы было понятно, ее можно перевести попроще Проще говоря, это решалы с официальной крышей То есть, когда раньше возникали вопросы с решением каких-то строительных аспектов Вопросов надо было ходить по кабинетам, оглядываясь, присматриваясь, проверяя их на наличие жучков Вот сейчас можно напрямую прийти в Ассоциацию и порешать все свои вопросы Также Адель Федануна сообщила нам, что 22 застройщика вошли в Ассоциацию Правда, буквально через несколько минут после этого она называла цифру 26, но ничего, бывает И вот эти 22 или 26 застройщиков, они возводят на самом деле 70% жилья в Уфе Ну, собственно, неудивительно Загнали всех, кого смогли И Адель Федануна сообщила нам важные вещи То, что на самом деле сделано было Ассоциацией за эти буквально несколько месяцев Во-первых, Ассоциация разработала единую схему социального участия застройщиков при строительстве И был выработан норматив плотности застройки Вот это очень важная цифра 20 тысяч квадратных метров на 1 гектар Вот нужно запомнить эту цифру Судя по всему, эта цифра для всех единая И будем потом измерять вот эти гектары И посмотреть, сколько квадратных метров получилось у застройщиков Вообще, конечно, то, что нам поведала прекрасная исполнительная директриса вот этой ассоциации Конечно, подвергается, ну, довольно широкому обсуждению и сомнению Дело в том, что вот ее тезис о том, что во всем виноват Елалов Который там не сформировал достаточного количества законодательных актов Он сам по себе, конечно, не жизнеспособен Хотя бы потому, что на самом деле в Российской Федерации Предостаточно законодательных оснований для строительства Сфера строительная чрезвычайно зарегулирована Чрезвычайно заактирована всевозможными законами И там шагу не ступишь без исполнения какой-нибудь инструкции или какого-нибудь закона В общем-то, ничего от Елаловой не требовалось Кроме как соблюдать уже существующее законодательство Вот тут, конечно, были проблемы То есть, Адельфия Дановна, пожалуй, что немножко тут хватило через край Беря на себя вот такую ответственность Ну, посмотрим, история нас рассудит И Елалов, который рано или поздно сюда вернется Ей, наверное, что-нибудь ответит Также госпожа Сайфулина отметила Всевозрастающее доверие застройщиков к ассоциации Правда, она забыла отметить Что участие, вступительный взнос в эту ассоциацию Сразу на месте обходится в 400 тысяч рублей Умножайте 22 или 26 участников на 400 тысяч Правда, она забыла, что вот в связи с этими нормативами Которые были выдуманы ассоциацией Теперь застройщики, если они их не исполняют То они должны будут добровольно пожертвовать Ассоциацией некий объем своих квадратных метров От строительства По разным оценкам эта цифра может где-то колебаться Около 10% от объема строительства Это вам не шутка Ну, в общем, мне честно сказать, когда я смотрел И когда я налюбовался на Адель Федановну Мне уже захотелось плакать Потому что плакал я Хотел плакать от умиления И представляя, и наблюдая Как доверчивые застройщики С все возрастающим доверием Несут свои денежки Адель Федановне А также прилагают к этим денежкам Всевозможные объекты недвижимости И Адель Федановна, пожалуй, умолчала о том Что в скором времени ее ассоциация превратится В самого крупного собственника объектов недвижимости Как коммерческой, так и жилой И, в общем, жизнь у нее наладится окончательно Выслушав мадам Файфулину Хабиров уловил главное для себя из этого доклада Главное для него было то, что он ни в чем не виноват Во всем виноват проклятый Елалов Хабиров подхватил эту тему Процитирую его У меня есть неубиваемый аргумент Не все было нормально В газостроительном комплексе Уфы А у нас в РБ 125 домов Обманутых дольщиков Все это неправильно И это тяжелейшее наследие Конец цитаты Ну вот эти завоевания Про тяжелейшее наследие предшественников Которые мы слышим уже три года Пора бы уже как-то немножко заканчивать Потому что, ну, сколько можно пенять На своих предшественников На Елалова, на Хамитова Ну, может быть, и самим что-нибудь надо начинать делать Как будто бы в строительном комплексе У Радия Фаритовича все в порядке Давайте вспомним одного только Баширова Вот этого Озорняка И Хитрована Который чуть было тут не разрушил все, что было И так еле-еле держалось Ну, в общем, конечно, Хабиров Тяготеет к обвинению предшественников Ведь так проще Можно все проблемы свалить на предшественников Однако, 24-й год неумолимо надвигается на Хабирова А именно к 24-му году Владимир Путин Заповедал всем губернаторам Окончательно решить проблему с обманутыми дольщиками Ну, в общем, поживем, увидим Посмотрим, как все будет развиваться Перешли к главному Перешли к фолклориаде Пятым докладом был доклад о готовности к проведению Шестой всемирной фолклориады И доклад делала Амина Ивниевна Шафикова Министр культуры Республики Башкортостан Во первых строках она нам поведала о том Как все это будет выглядеть и что это такое А именно то, что мероприятие пройдет с 3 по 10 июля включительно Первый чартер с участниками фолклориады Прилетит в Уфу уже 1 июля Чартеры будут летать из Москвы Туда будут загружать всех вот этих вот иностранцев Всего будет 1163 участника из 39 стран Но это только участники А еще будут всякие сопровождающие и прочее То есть порядка 3000 человек приедет в Уфу Поучаствовать в этом замечательном мероприятии Перевозить участников будет конечно же Башавтотранс За каждой делегацией будет закреплен один отдельный автобус На входе и на выходе из которого участников будут термометрировать Вообще в представлении господи Шафиковой Термометрия будет единственным главным оружием в борьбе с COVID-19 Отмечу также, что среди перечисленных стран участников Есть такие замечательные в эпидемиологическом плане страны Как Индия, Индонезия, Камерун, Непал, Бенин и Боливия Всего 39 стран Там конечно есть и США и Швейцария Но вот особенно Индия и Индонезия меня зацепили сильно 22 муниципалитета Республики Башкортостан будут задействованы в этом празднике То есть это не только Уфа Еще и по всей Башкирии будут курсировать автобусы с этими индусами и индонезийцами Которые развезут нам радость и счастье фольклорного искусства По Республике Башкортостан Но видимо что-то еще тоже развезут 3 июля состоится на Уфа-арене открытие этого мероприятия То есть в закрытом помещении состоится открытие Участвовать в открытии будут коллективы Бабкиной, Абдразаков Какие-то кубанские казаки и чеченские танцоры С удивлением я не обнаружил в списке участников и приглашенных артистов Ни Моргенштерна, ни Элвина Грея Я не понимаю что случилось Какой-то недогляд и по-моему Шафикова делает чудовищную ошибку А далее заговорили о необычном и возмутительном Вот о том о чем я вам обещал рассказать В рамках вот этой фольклориады пройдут еще и выставки Ну во всяких выставочных пространствах в Уфе И вот тут Хабиров заговорил о том что уже же начнутся вот эти санкции Которые он там придумал с 5 июля То есть например в музей мы не сможем прийти без справки о вакцинации А как же выставки и фольклориады Ну по логике вещей туда тоже должны входить люди только вакцинированные Особенно учитывая то что ну эти пространства будут насыщены и индусами и индонезийцами А еще возможно и боливийцами и всякими бенинцами Но Хабиров моему какому-то удивлению вообще я анимел честно говоря Распорядился на месте исключить эти выставки из вот их правил То есть вот в национальный музей нельзя будет зайти без справки А на выставку к индонезийцам и индусам будет можно зайти без справки Вы понимаете да? То есть тут уже просто ну я не знаю чем это можно объяснить Но вот Хабиров распорядился Свободный вход вперед То есть там ковида нет Вот в Индии и в Индонезии без проблем Более того 4 июля состоится парад и массовый хоровод Который будет претендовать на попадание в книгу рекордов Гиннесса Именно по признаку массовости Не вы серьезно что ли? Во время третьей волны ковида устраивать массовый хоровод в миллионном городе С участием нескольких тысяч индонезийцев, индийцев, непальцев, бенинцев и прочих боливийцев Я вообще просто не понимаю Тут судя по всему башкирские власти официально призвали к участию населения в массовых мероприятиях Во время официальных ковид-ограничений Потому что вот дословно цитирую Шафикову Мы приглашаем всех жителей на эти мероприятия Конец цитаты То есть Шафикова призвала жителей республики Уфы Принять участие в массовых мероприятиях Попасть в книгу рекордов Гиннесса Боюсь что книга рекордов Гиннесса внесет это мероприятие Только в раздел самые безумные мероприятия И самые самоубийственные мероприятия Которые были организованы властями В этот ковидный период Хабиров и вовсе заявил Цитирую Люди конечно придут И мы не станем устраивать тотальный масочный режим Конец цитаты Подождите На прошлом совещании Хабиров грозно заявил Что нужно усиливать и масочный режим И социальную дистанцию И начать контролировать транспорт А тут конечно мы не станем устраивать тотальный масочный режим Ну в общем Я вот честно говоря растерялся Я не понимаю как вот это оценивать Когда люди Ну это не просто двойные стандарты Это уже какой-то пик лицемерия То есть неужели так важна вот эта филклариада для Хабирова Неужели так серьезно он может пострадать там от кремлевских оценок Если вдруг что-то там он выполнить не так хотелось в Кремле Я не знаю Судокладчицы к Шафиковой по этому вопросу пригласили Анну Анриевну Казак Теперь она у нас Анна Анриевна И Анна Анриевна нам сообщила очень такие пугающие на самом деле вещи Я честно говоря сначала думал что ничего особенного она не скажет Она сказала очень особенные вещи цитирую Проведена оценка потенциальных угроз Прибывают специалисты противочумного института в Башкирию Группы санитарно-эпидемиологической разведки И санитарно-эпидемиологический отряд приведен в боевую готовность Учения проведены То есть ну знаете ли Противочумной институт это уже вам не шутка То есть с одной стороны Хабиров призывает к тому чтобы не устраивать тотальный масочный режим Шафикова призывает к тому чтобы водить хоровод Который войдет по массовости в книгу рекордов Гиннесса И главный санитарный врач Башкирии Привозит в Башкирию специалистов противочумного института Ну попутно приведя в боевую готовность группы санитарно-эпидемиологической разведки Вот честно говоря все это вместе наводит на мысль Что было бы разумно наверное с 3 по 10 июля покинуть город Уфу И возвращаться в него с некоторой опаской Присматриваясь к тому как тут все будет обстоять После того как приедут и уедут вот эти вот любезные наши друзья из Индонезии и Индии Дело в том что этот эффект наступит не сразу Как известно есть некий инкубационный период И вот если они нам все-таки привезут вот эту дельту и дельту плюс Из Индии вот те самые новые штаммы вируса ковид-19 Которые как предполагают ученые имеют большую заразность Имеют большую конвективность и прочие вещи Вот примерно через 2 недели после вот этой вот замечательной флухлориады То есть примерно где-то к 24-25 июля мы должны увидеть эффекты Которые наступят от этого замечательного мероприятия Повторюсь, подытоживая все это Я в растерянности, я не понимаю чем думают вот эти люди Неужели так велик страх перед Кремлем за то чтобы не в должной мере исполнить Хотелки кремлевских мечтателей о международном участии России в жизни мира Потому что мы знаем что Россия сейчас отстранена от всевозможных международных и таких вот важных мероприятий Владимира Путина выгнали из всех там крупных сообществ там типа G8 и так далее И вот теперь мы компенсируем это вот этими вот танцами и плясками Теперь мы доказываем всему миру что у нас все хорошо Через то что за свой счет привозим сюда индонезийцев и всевозможных индусов Которые будут за наши деньги здесь плясать и непонятным образом контактировать с населением Все это конечно ужасно Я лично конечно никакого участия принимать в этом фестивале не буду Не советую и вам Более того я бы хотел чтобы если кто-то из моих знакомых все-таки будет участвовать в этих мероприятиях Я бы попросил вас на пару недель воздержаться от контактов со мной Тем самым я постараюсь хоть как-то обезопасить себя и своих близких от вот этого праздника фольклора Субтитры создавал DimaTorzok